Высшее образование, доступное каждому, как в условиях новой реальности проходит обучение и трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья, обсудили на круглом столе в Государственном университете управления. Участницей конференции стала и директор телеканала ЛРТ Екатерина Дегтярева. Подробнее в репортаже моих коллег. Право на получение высшего образования в нашей стране, согласно Конституции, имеют все россияне. Но каждому человеку важно не только освоить профессию, но и найти применение своим навыкам. Вопрос социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья возможно решить только комплексно, при тесном взаимодействии вузов, центров занятости и работодателей. Если нет координации, если нет объединения усилий, мы, как лебедь, рак и щука, тянем в разные стороны, делаем много работы, но по сути дублирующие друг друга. И сегодня наша задача как раз найти точки соприкосновения и сделать эту работу общей. Вопросы сотрудничества и координации обсудили вузы-партнеры, сотрудники органов исполнительной власти, представители службы занятости и работодатели. Вопрос инклюзивного высшего образования в условиях новой реальности особенно актуален. Огромное количество людей, которые ограничены в своих возможностях, они вынуждены обращаться за помощью вузам, для того, чтобы организовать им именно или дистанционные образования, либо какие-то еще дополнительные моменты, с тем, чтобы не подвергнуться опасности заразиться этой болезнью. Во время первой волны пандемии наш телеканал создал программы, ориентированные на горожан, которые не могли выходить на улицу. Для пенсионеров 65+, и людей с ограниченными возможностями здоровья, мы организовали досуг с доставкой на дом. Мастер-классы по йоге, рукоделию, рисованию, актерскому мастерству и бальным танцам наши уважаемые пенсионеры смогли продолжить в безопасном для себя режиме, не выходя из дома. Наш канал также готов оказывать поддержку и людям с ограниченными возможностями здоровья. О вкладе ЛРТ в инклюзивное образование рассказала директор телеканала Екатерина Дегтярева. Если есть талантливые ребята, которые какую-то идею родят, и мы вместе ее обсудим, мы можем просто поддержать этот проект в качестве информационного спонсора и что-то сделать интересное вместе. Поэтому мы также открыты и как работодатели, и как информационная площадка, и та, которая может те же самые мастер-классы преподнести. Ресурсный учебно-методический центр на базе Государственного университета управления работает с 2017 года. Служба оказывает комплексную поддержку учебным заведениям Москвы, Подмосковья и Орловской области. Это помогает способным ребятам с ограниченными возможностями получить качественное образование и устроиться на работу по специальности. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.